Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. Проводятся косметические ремонтные работы в школах и детских садах, сообщил министр образования Аслан Лулаев. Определённые трудности имеются, но так иначе все образовательные учреждения к началу нового учебного года будут открыты. Работа с отделами образования, с управлением образования города ведётся, всячески оказываем поддержку, в том числе и в работе с Министерством финансов, чтобы финансовые средства в срок были спущены и все необходимые виды работ были завершены. Глава государства поинтересовался, как проходит мероприятие по повышению квалификации работников образовательных учреждений. Аслан Лулаев отметил, что аттестация уже завершена. С её результатами президент будет ознакомлен в ближайшее время. Также Лулаев отметил, что с начала нового учебного года будут пересмотрены подходы к аттестации педработников. Аттестация педагогических работников, в том числе и руководителей образовательных учреждений, как таковая завершена. Сейчас в Центром оценки качества образования готовятся документы, в том числе и распорядительные. В течение недели в Министерстве соберётся аттестационная коллегия по рассмотрению по факту результатов аттестации. Фактически она уже завершена, анализируем её. Как только документы к нам поступят в виде справки, мы полную информацию предоставим на ваше имя. Но вместе с тем понимание того, что с начала нового учебного года подходы к аттестации должны быть пересмотрены. Они у нас есть. Тоже в письменном виде мы вам предложили. Президент подчеркнул, что совместно с учителями и руководством образовательных учреждений необходимо выработать механизм для успешной реализации аттестационных мероприятий. Поступало много вопросов в ходе проведения аттестации, поэтому надо вместе с учителями, с директорами, с завучами вместе собраться и выработать механизмы, которые бы привыли к тому, чтобы вот такого негатива со стороны и руководительского сообщества не было, не поступало. Что у нас с учебником по истории? Ведется работа между Министерством образования и научно-исследовательским институтом. Макет учебника по информации директора научно-исследовательского института Глоба Руберта Хазбича передан Зарову в Северную Осетию для корректировки, для, скажем так, перевода с научного языка на педагогический, чтобы учащимся, скажем так, язык, изложения самого материала был более ближе. Еще раз хочу озвучить сроки. В декабре месяце, по заверению научно-исследовательского института, макет учебника будет передан Министерству образования для его верстки, для того, чтобы мы ознакомили его с педагогическим сообществом в том числе. И если, скажем так, я уверен, что мы уложимся в именные рамки. По содержанию необходимо переговорить и с комитетом, с парламентским комитетом, с профильным, чтобы потом в дальнейшем у нас не получилось так, что мы книгу уже, значит, издали, а к содержанию книги потом появились вопросы. Предварительно надо проработать этот вопрос. В Минобре работают над внесением изменений в законодательную базу. Поправки коснутся целевого образования и нормы по уходу и присмотру воспитанников дошкольных учреждений. В том числе мы должны узакомнить норму по уходу и присмотру учащихся в дошкольных образовательных учреждениях. Речь идет о родительской плате. То есть мы ее фактически узаконим, чтобы у образовательных учреждений была возможность законно, скажем так, собирать родительские взносы. Добровольно. Добровольно, да, согласно законодательству. То есть сейчас это у нас есть определенные проблемы в этом. Данная работа... То есть получается родители сами предлагают законодательные базы и соответствующие... Нет. И все проверяющие органы нам ставят в укор, что никаких законодательных норм по совершению этих процедур у нас нет. И в этой связи мы тоже, конечно, должны действовать в рамках законодательства. Понимание есть. Необходимость того, что родительские взносы должны быть законными, она тоже есть. Наши образовательные учреждения испытывают проблемы, потому что зачастую финансовых средств на содержание зданий и функционирование в почве от этих дошкольных учреждений. Эти родительские взносы были всегда... Да. Но факт, да. Они были, получается, незаконными. Абсолютно верно. И думаю, к сентябрю месяцу мы эту работу закончим. О ходе работ по поручениям главы государства читался и глава городской администрации. В частности, Ромео Хугаев представил проект по обустройству пионерского парка. По его словам, планируется разделить парк на две части – игровую для детей и зону отдыха для взрослых. Распределить зоны. Это шумная зона, так называемая игровая, то есть расширить игровую детскую площадку. В городской администрации также проводится работа по благоустройству центрального парка имени Валерия Хубулова. В настоящее время идёт совместная работа с сотрудниками УКС, тесная работа. Рассматриваются несколько вариантов обустройства центрального парка имени Валерия Хубулова, а также парка пионерского парка. Нам предложили безвознительно передать несколько саженцев в павлоне, а не в горшках. Можно высаживать сегодняшние. Просто вот так же прорабатывается несколько вариантов. Какие виды растений мы там должны и где, самое главное, и где. Но те замечания, на которые вы указали, те поручения, которые вы дали, они прорабатываются, они будут исполнены. Также Ромео Хугаев сообщил, что продолжается работа по замене кровель в многоквартирных домах столицы, а также по обустройству придомовых территорий. В ближайшее время начнётся и ямочный ремонт. Ямочный ремонт будет проведен. Также будут облагоустроены несколько придомовых территорий. В ходе встречи также были обсуждены вопросы работы жилищной комиссии. В частности, процесс её работы с момента подачи документов до момента распределения жилья. Стелла Базарова, Ринат Медоев, Сармат Гузитаев, Фатима Кумаритова. Это информационный выпуск сегодня.